Здорово, ребят! Наверное, многие из вас слышали, что на русских серверах играть невозможно, и что там играют одни дебилы и так далее. Я раньше вообще не придавал этому значения, я играл и на русских, и на европейских, мне было не важно, в принципе. Но последнее событие, связанное с тем, что я пытаюсь повышать свой ММР, рассказываю, был с 2 600 повышен до 2 700 где-то за неделю, ну плюс-минус, короче, за неделю, может за полторы тысячи я быстренько так набрал, играя в день по, не знаю, игр 5, наверное, максимум в день я играл, 4-3 игры. В основном были победы, 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 и таким образом я очень быстро набрал эту тысячу. Дойдя до 3 700, не знаю, зачем я включил в поиски России, поставил галочку на Россию. Вообще, ну, не то, что не знаю, зачем я знал, зачем я это делаю, мне пришла в голову такая мысль, что раз на России играют одни даун и отмороженные, соответственно, мне там будет проще играть и выигрывать у них. Вот, я решил поставить галочку, чтобы еще быстрее повысить свой рейтинг. Так, с тех пор, как я поставил галочку на России, я сейчас вам, я прям четко помню вот эту вот грань, вот момент, когда я поставил галочку. Это вот с этой игры началось. Акс. Сразу же на поражение. Минус 25. Я не придал этому значения. Потом еще раз поражение. Потом еще поражение. Но здесь не засчитали. Слава богу. Потом какая-то случайная победа. Дальше. Бац. Раз, два, три, четыре, пять, шесть поражений подряд. Потом опять какая-то случайная победа. Потом еще три поражения подряд. И надежд на то, что что-то изменится, вообще не было. Вообще не было. Каждый раз из игры в игру я попадал с людьми, которые непонятно зачем вообще зашли в ММР. Они не берут саппортов. Они не фармят на кэри. Они занимаются полной херней. Если человек берет саппорта, он не саппортит. Вот, к примеру, в последней игре. За нас играл Вичдоктор, который сразу сказал. Так, я, короче, покупаю вам Куру изначально. Все, больше от меня ничего не ждите. Я саппортить не буду. При этом он взял Вичдоктора. Вичдоктор, который саппорт. Он сказал, я саппортить не буду. Зачем тогда ты его берешь? Зачем? Не знаю, но он его взял. И, к примеру, вот в этой игре, где я играл Вичдоктором, за нас играл Магнус, который за 58 минут нафармил себе БКБ и Даггер. Ну и ботинок. За 58 минут, вы что смеетесь? И он ни разу не дал РП больше, чем, наверное, в двух человек. Как правило, это были либо единичные цели, то есть в одного человека, либо в двух максимум. Все. На большего он его, ну, он, знаете, как играл? К примеру, начинается замес. Он стоит вдалеке, он или прыгает, или не прыгает, просто уходит. То есть, если человек по нему видит, что нас начинают быстро разматывать, он не прыгает, он просто уходит. РП. РП это ульт, который может переворачивать замесы. Переворачивать. Он даже не понимает того, что если он прыгнет и даст хороший РП, мы можем перевернуть, даже в том случае, если нас гасят. Нет. Он, видя, что кто-то из нас там уже умер, один человек там, он все, он разворачивается еще и домой. То есть, а если он прыгал, то он РП дал в одного, в двух. И за 60 минут он нафармил вот такие вот артефакты. Мы проиграли чисто из-за него. Чисто из-за него. Это беда. При этом я играл Вичдоктором, я, сука, саппортил. И я покупал. У меня столько вардов было куплено в этой игре. Столько Сентрей было куплено в этой игре. Это просто жесть жестокая. Игра была интересна тем, что в противоположной команде играл Скаймак, который также активно занимался тем, что он вардил. Ну, саппортил. И мы друг друга, в общем, сбивали варды и вардили. Вот он поставит варды я пойду разворжу. То он мои варды собьет. То я его, то он мой. Ну, в общем, это было весело, прикольно. Игра была интересна, но вот этот вот Магнус просто запорол игру. Вот. И в предыдущих играх примерно было то же самое. В каждой игре находился человек, который просто каким-то причинам не мог нормально играть. Он просто как даун конченый сливал. Ёбки. В одной игре даже минус 23 мне дали. Минус 23. Потому что, ну, понятно, за меня просто конченые выродки, которые, за которых, блядь, плюс 23 дали противникам. Это пиздец. Ну, сыграл я вот эту игру последнюю на аксе для поражения. Вспомним про то, что я поставил Россию и решил-ка я ее снять. Решил-ка я ее снять, потому что с 2700 я упал до 2400. Ой, до 3400. С 3400. С 3700 до 3400. Просто я за день шух и упал. Снял. Начал играть на Европе. И три подряд победы. Подряд. Совпадение? Не знаю. Мне кажется, нет. В каждой команде, в каждой команде, в принципе, мало чем отличается уровень игры. Примерно все то же самое. Есть и раки, есть те, кто нормально играет. Но почему-то в этих трех последних играх подались люди адекватные. Люди, которые умеют слушать. Люди, которые вардят на саппортах. Они пытаются фармить. Люди, которые на кэре фармить умеют. Они пытаются что-то там непонятное вытворять. Просто если человеку говоришь, надо вот здесь поставить вард или вот раздевардить, или еще что-то сделать на саппорте, он это делает. Он не спорит. Он делает. Он понимает, что он саппорт. Он должен делать. Все. Три победы подряд. здесь даже разговаривать вообще не мог. Я просто мутал всех сразу. Как только начиналась игра с первой минуты, уже в команде была полная хинея и все срались. Так. На европейских серверах три победы подряд. И когда, кстати, я вот зашел на европейский сервер, спросил у людей, почему так вот на русском сервере вот сколько там, 12 поражений подряд практически, да, у меня. Что за хрень? Человек сказал, да это херня. У меня на русском сервере было и 15 поражений подряд. Поэтому не знаю. Конечно, обидно, что это правда, что на русских серверах играют действительно идиоты. которые в первую очередь не слушают, что им говорят, а занимаются непонятно чем. На саппортах они не саппортят, они формят. У меня был в этих играх Кэрри этот как он, Некролит, который всосал. Да, у меня он был Вич Доктор, который тоже пытался не саппортить, тоже всосал. Я много повидал Магнусы, которые РП в одного давали. И вот такие вот, все не упомню, что там было, но игры очень интересные были. После чего, конечно, мне захотелось плюнуть на этот рейтинг и послать все к хуям. Ну, сейчас, не знаю, пока вроде нормально. На европейском сервере играю. Есть и дауны, попадаются, которые плохо там играют и так далее. Что-то не так делают, но когда человеку говоришь, он не посылает тебя нахуй слушает. В предыдущих играх там просто никто никого не слушал, послал всех нахуй друг друга и просто, блядь, 12 поражений подряд. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, было интересно. С вами был Намко. Не играйте на русском сервере или же те, кто играет на русских серверах, будьте адекватнее хотя, блядь, кому я говорю дауны, идите нахуй просто и сгорите в аду, блядь, конченые ублюдки. Пока.